Привет, друзья! Сейчас поправим немножечко. О, прекрасно! Сегодняшняя тема. Хочу продолжить и углубиться, углубиться в десятину. Углубление в десятину. Я сам не слышал все эти комментарии по поводу то, чем я делился относительно финансов. Другие ребята, друзья мои, смотрели, говорят, там много всякой критики, там лжеучитель, все. Ну, Господь разберется. Я в основном перед Ним ответственен за то, что я несу. И я верю, что необходимо было это осветить. Те, кто меня хорошо знают, вот, с кем я сотрудничаю, с кем я взаимодействую, они могут сказать, что это тема вообще финансовая. Это не то, что такая тема, о которой я везде всегда проповедую и люблю об этом делать, чтобы где-то выуживать деньги с людей и так далее. Обычно это не делаю вообще. Кстати, в нашей церкви небожителей в Южной Африке, у нас вообще стоит ящичек с пожертвованиями, и те, кто считает нужным платить десятину и пожертвования в ящичек, то есть, и мы вообще не проповедуем об этом. То есть, не в том смысле, что вообще не проповедуем, но, знаете, как бывает в церквях, вот, например, идет прославление, потом там перерыв прославления, или перед проповедью перерыв, и кто-то выходит, и он учит о финансах, говорит о пожертвованиях, там, о десятинах. У нас этого вообще нету годами. Время от времени, когда Господь побуждает высвободить какие-то темы и учить о финансах, я это делаю. Почему? Ну, потому что сколько? По-моему, больше, чем две с половиной тысячи мест писаний о финансах. О финансах написано больше в Священном Писании, чем о любом другом, о любой, почти о любой другой теме. Вот, поэтому это важно, и эта папочка о финансах, она будет пополняться. Я понимаю, что кому-то не было приятно, вы знаете, кому кто-то был недоволен, потому что где-то усел, утрясся, ну, в определенных пониманиях. Знаете, скажу честно, для меня никогда не было проблемой вот эта вот десятина, платить, не платить. У меня никогда такого не возникало вопроса. С самого начала, как Господь показал мне, я верю, и открыл мне, с самого начала моего хождения с Богом 25 лет назад, или сколько там, и все это я начал делать, потому что увидел это в Священном Писании, Бог неоднократно проговорил это лично в мою жизнь, и я начал видеть эти результаты, это у меня никогда не возникало такой проблемы. И сейчас приходят какие-то учения, что не надо, что это Ветхий Завет, Новый Завет, вообще какие-то куча всяких непонятных учений с Запада, с Америки приходит. Люди это, конечно, цепляют. Знаете, друзья мои, когда ты служитель полного времени, и у тебя нет, ты реально живешь верой, хотя с одной стороны я служитель полного времени, но у меня есть профессия, у меня есть профессия лайф-коуч, и профессия моя также инструктор по спорту, я спортивный инструктор, вот, и по возможности я тоже это делаю, по возможности я тоже этим занимаюсь, и на официальном уровне, вот, но, знаете, есть разные категории пасторов, служителей с разным мнением, есть такие динаминации, где верят, и есть пастора, которые верят, или служители, ну, пятикратные служения разные, что они верят, что, например, каждый пастор должен иметь свой бизнес, есть пастора, которые реально одновременные бизнесмены, они одновременно имеют свой бизнес, у них есть доход, есть люди, которые проповедуют против десятины, и у них есть доход с других источников, они поднимают финансы за счет конференций, за счет школ, и за счет каких-то других вещей, поэтому они не страдают, вот, но есть люди, для которых этот аспект, он, в принципе, очень важен и необходим, и для здравого функционирования церкви нужна десятина, нужно пожертвование, и взаимодействие с этим, и так далее, поэтому, как мы уже говорили, что, если у вас есть проблема в сердце, для того, чтобы отдавать десятину Богу, лучше не давайте, потому что Богу такое состояние сердца не нужно, если у человека есть с чем-то проблема, вот это вот, пусть, пусть и ничего и не делает, и не надо, не надо, то есть, если человек понимает, знаете, когда вам придет откровение, или пришло откровение о десятине, когда вы не будете следовать каким-то странным учением человеческим, а когда реально Бог вам скажет, что это его часть, никуда вы не денетесь, это будет внутренним свидетельством в вашем сердце, и вы будете это делать в признательности, благодарности, понимая и осознавая, что это акт любви, акт поклонения, акт почитания Бога, больше, чем просто где-то там поддерживать небеса открытыми, и чтобы нам хорошо было, чтобы Господь благословлял, это тоже имеет место быть, но в основном, когда я отдаю десятую часть, есть для меня эта мысль, что просто Бог, я почитаю Тебя, я почитаю Тебя, я почитаю Слово Твое, Бог говорит, я презрю на того, кто трепещет перед Словом Моим, человек, который трепещет перед Словом Божьим, у него не будет проблем оправдывать какие-то свои действия, знаете, он будет просто смотреть, хотя я знаю, люди пытаются по Слову оправдать все, что угодно, как я уже говорил, для меня никогда не перестает удивлять, этот момент, когда люди говорят, по Новому Завету десятину платить не надо, все деньги принадлежат Богу, как можно с этим не согласиться, как можно, друзья мои, с этим не согласиться, я полностью согласен, что все наше, все мы и все, что у нас есть, принадлежит в конечном итоге Богу, но я хочу обратиться к этим людям, которые так говорят, сколько ты даешь Богу конкретно, потому что очень часто люди используют это как отмазку, чтобы вообще ничего не давать, и я скажу такое, я верю, что десятина это мира, наименьшая мира, хотя бы в этом я должен быть верен, это наименьшая мира, друзья мои, вы знаете, я повидал разных служителей в жизни, сейчас очень много молодых зелененьких служителей и пастырей, которые слушают непонятно кого и где угодно, и натыкаются и наблатыкаются разных учений, и потом проповедуют, некоторые из них, я скажу, они вообще в учительском не помазаны, они или пастыра, или евангелисты, они пытаются быть учителями, что просто не дано им, не все делайтесь учителями, делайтесь учителями тогда, когда Бог вас ставит на это, потому что Бог поставляет также учителей, и они пытаются учить, и у них, знаете, семь пятниц на неделе, и какие-то ахинеи, в какие-то крайности и так далее, у этих людей вообще совершенно нету стабильности, и именно в этом случае я скажу не в безумии своем, в здравии своем, ни в каком самовосхвалении, но просто скажу, что 25-летний опыт у меня есть на разных материках, в разных странах служений, видел разных людей, разный уровень и калибр служителей, которые большинство людей, которые там что-то претендуют на какие-то вещи, вообще не имеют никакого понятия, вот это все учения тоже вот эти все там, не надо десятина, все это, вот эти все вещи тоже в свое время слышал, оттуда и отсюда и так далее, поэтому, ребят, получите свое откровение о десятине, пусть Бог проговорит вам по слову, и тогда все станет ясно. Я знавал служителей, которые говорили, что все деньги принадлежат Богу, я переводил таким служителям с Америки, мощным бизнесменам, вы знаете, этот человек девяносто процентов финансов отдает Богу и оставляет десять себе. Ребята, это другое дело, когда вы говорите, что ваши финансы принадлежат Богу все, десятина должна быть наименьшим стандартом, который вы уделяете Богу. Мы не должны, конечно же, ограничиваться десятиной, десятина, это, по крайней мере, минимум, минимум, которым мы можем почтить Бога. Если мы даем двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, конечно, слава Богу, но я знаю многих, которые используют некоторые учения, а сами жадные, просто жадные. И жадность и сребролюбие руководит их поступками. И они подбирают себе учителей, извините, которые бы ласкали их слуху, с которыми они бы могли соглашаться. О, да, конечно. Мы будем поднимать финансовые темы дальше. Как служитель полного времени я буду делиться некоторыми сокровенными интересными вещами. Друзья мои, в этой ситуации много интересного всего происходит. Но я скажу опять-таки, у нас в команде, у нас есть команда, у нас в команде я никогда не буду контактить с жадными людьми. Какими бы они даровитыми, какими бы они помазанными не были, если человек жадный, я не буду устроять с ним взаимоотношения. Потому что если человек неверен в неправедной маммоне, кто даст ему истинные богатства? Если человек неверен в десятине, в пожертвовании, в праведных распоряжениях, кто ему истинные сокровища даст? Нам нужно быть верным в неправедной маммоне. Хорошо. Немножко углубимся в десятину. Да кого, кто поймет, тот поймет, кто не поймет, значит, друзья мои, оно вам не надо. Интересно, что первое упоминание десятины связано с двумя личностями. Не так ли? Авраама. Знаете, очень многие люди говорят, десятина по закону. И они постоянно смотрят в закон. До закона о десятине говорилось. Почему вы до закона не смотрите? Вот почему-то у всех застопорилось в закон. Почему много не написано? Есть два местописания в Новом Завете о десятине, и я зачитывал это местописание, что до сих пор десятины берет тот, кто на небесах. Небесное священство, первосвященник по чину Мелхиседека до сих пор принимает десятины. До сих пор. И в этом написано в евреи, можете сами почитать черным по белому, и там ничего не сотрешь и ничего не изменишь. Если это написано, то там написано нравится это кому-то или не нравится. Но мы смотрим до закона и мы идем в глубину. Два человека. Авраам Мелхиседек. У них встреча. Мелхиседек благословляет Авраама. Кто Мелхиседек, мы знаем. Кто Мелхиседек, царь и священник Бога Всевышнего. Авраам отец веры. Отец многих народов. Кого избрал Бог, вывел из ура Халдейского и вел. И с кем отождествился, как сын Давида, сын Авраамов. Мелхиседек появляется ниоткуда и идет в никуда. Ни рода, ни племени, ни начала дней, ни конца, ни конца, ни начала пребывает вовек. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что Мелхиседек пришел с вечности. Он пришел с измерения вечности. Потом у них происходит общение. Он благословляет Авраама. Авраам отдает ему десятину. Он совершает, Мелхиседек, что должен был сделать? донести откровение о теле и крови Иисуса. Никто не преломлял на земле и никто не причащался и не приобщался к телу и крови Иисуса на земле до Авраама. Первой личностью, кто приобщился, был Авраам. Где его место, Мелхиседек? Откуда он пришел? Сказано из Салима. Кто-то думает, что Салим это вот земной Иерусалим. это крепость Евусеев, которую взял Давид потом и назвал крепостью Давида, переименовал. Что вот с этого Салима пришел Мелхиседек? Я сомневаюсь. Он пришел с Салима, но с небесного Салима. Он пришел с небесной горы Сион. Он пришел с небесного Иерусалима. город Салим, город мира. Он пришел из духовного места, он пришел с духовного измерения, он пришел с духовного состояния. Он один первосвященник, священник Бога Всевышнего, Эл-Эль-Йона, живущий под кровом Всевышнего, живущий под кровом Эл-Эль-Йона, под сенью всемогущего, Эл-Шедая покоится. Кров, что за кров? Присутствие. Присутствие. Где присутствие Божие? В духовном измерении. От имени этого Бога Всевышнего Эл-Эль-Йона он благословляет Авраама, кто из Милхиседек. Откуда у него откровение Эл-Эль-Йона? Откуда у него взаимоотношения с Эл-Эль-Йоном? Эль это сила. Эльон высокий и превознесенный. Он несет откровение имени Бога, которое буквально значит высшая сила. или Эль-Элим. Эль-Элим с арамейского, что значит сила сил. Оу, мне нравится это. Сила сил. Лицом к лицу он служил ему, Эл-Эль-Йону. Милхиседек и есть его лицо. Бог в лице Милхиседека пришел со святынями своего Сына тела и кровь. Потому что никто кроме Бога не мог преломить тело и кровь. И мы видим, что это делает Иисус вначале и дает откровение ученикам в свое время. позже. Никто его с тех пор не видел Милхиседека. Кроме Давида в видении в псалме, где он говорит Господь сказал Господу моему сиди одесну меня и ты священник вовек по чину Милхиседека. Он увидел его на небесах видений Давид. Давид это вторая личность, которая получает откровение о священстве Милхиседека. И который ходил реально и буквально в этом священстве на земле. Которая превосходила левицкое священство. И Давид слышал что? То, что он описывает в псалме клятву клялся Господь и не раскается ты священник вовек по чину Милхиседека. Друзья мои, где было левицкое, где было левицство и левий? Писание говорит в чреве Авраама как что? Как семя. Где был Милхиседек? В чреве Отца Небесного. И из чрева Отца Небесного и злона Отца Он пришел и явил Себя. Сущий внедре Отчим Он являет Бога. Куда Он взял добычу данную Аврааму? К себе на служение? Где? Куда? Нужна ли была Ему эта десятина вообще? Он был царь имеющий все сокровища. Авраам был богат благословениями от Бога в том числе и материальными. Но Милхиседек дал ему что-то больше. Милхиседек дал ему Бога этого богатства. Авраам имел благословение от Бога. Милхиседек дал ему Бога и наделил его Богом, когда он вкусил хлеб и вино, тело и кровь. Откровение Бога вошло в него. Милхиседек дал ему увидеть сына. Преломить сына. Явить сына. Писание говорит, Авраам видел день мой и возрадовался. Какой день? День Господень. Он видел будущие события, связанные с Сыном Божьим на земле и возрадовался, потому что он увидел его, в конце концов, воскресшим. Он не был на одном уровне с царями Милхиседек, воюющими в долине царской. Он пришел с высшего места, Милхиседек, с царской горы Сиона. Он снизошел от Всевышнего и вознесся к нему. Что же произошло с десятиной? Это стало конвертируемой валютой. Конвертируемой валютой. Посмотрим, друзья, мы обязательно посмотрим некоторые другие вещи. Откуда взялась десятина? Авраам мог дать десятину из верблюдов, козлов и так далее, то, что у него было. Десятина была военным трофеем десятому царю, кто был Милхиседек. То есть первая десятина была связана с победой на войне. Это была победная десятина. И благословение Милхиседека это было победное, победоносное благословение Аврааму, потому что он говорил, что он благословен от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, который предал врагов твоих в руки твои. Видите, это было связано с битвой, с врагами и с победой над врагами. Это не было связано с тем, что Авраам что-то заработал. Десятина первое упоминание, закон духовный первого упоминания в Священном Писании ориентирует и выставляет определенную вещь этого закона в правильное русло и все остальное выстраивается согласно ориентира закона первого упоминания. Это элементарная герминевтика. Первая десятина связана с победой на войне. Благословение Авраама связано оно победоносное благословение. Священство по чину Мелхиседека военное священство победоносное священство священство которое воюет священник по чину Мелхиседека он же сын Божий он же невеста грозная армия как грозная армия со знаменами он же победоносный 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 как царь он был лев не так ли как священник он был кто агнец Иисус вот лев в книге откровения из колена Иудина вот он царь Иоанн говорит я посмотрел и увидел агнца как бы заклон с семью духами Божьими как семь глаз и семь рогов он лев из колена Иудина но победил как агнец принеся себя в жертву льва никогда не клали на алтаре никакой лев сам по себе на алтарь не ляжет но лев в лице агнца лег на алтарь поэтому он победил посредством креста но писание также говорит Господь воссиял воссиять и злить свет явить свет открылся проявился манифестация Господа как священника первосвященника по чину мелхиседека откуда с колена левиного нет с колена Иудина царского колена священник вышел с царского колена которое имело царское обетование поэтому царь и священник мелхиседек поэтому он Царь и священник Иисус, поэтому мы – царственное священство, цари и священники Богу Живому. В одном из благословений, которые в конце концов Господь вкладывает в уста Валама, Валам говорит, пока не придет, я не буду брать священное писание, пока не придет шилок, или шилох, или шалох, или шалом, чье право на все это. И ему принадлежит покорность народов, и ему принадлежит. Придет тот, кому все принадлежит по праву. Шалох придет тот, кому все принадлежит по праву. Я беру из других переводов, не только из сенитального, чье право на все это, на все. Иисус имеет право на все абсолютно. И он шалох, мир, покой мирный, пока не придет мир, пока не придет царь правды и царь мира. Орудия победы Авраама были хлеб и вино. Материализация с духовного в физическом. Не меч и щит, или чем там были вооружены его рабы в доме. Тело и кровь дали ему победу в духовном мире. Потому что Мелхисадек ходатайствовал за Авраама на горе Сион о его победе. Но так как он уже победил из вечности, Иисус победитель из вечности, потому что он был заклан прежде создания мира. Он уже победил прежде создания мира. Он держал хлеб и вино, он держал тело и кровь. И на основании этого ходатайства Бог даровал победу Аврааму. На основании победы Сына Божьего. Первосвященника Почилу Мелхисадека Авраам получает победу. Потому что оружие Бога, самое мощное оружие Бога. Послушайте, самое мощное оружие Бога, самое мощное оружие Господа Цаваот есть его Сын. Есть его Сын Господь Иисус Христос. И мы побеждаем только благодаря победе Его Сына. Он был заклан по воле Отца, в книге Отца, в свитке Отца. Которую Он прочел и исполнил. Поэтому, победивший и исполнивший волю Отца, у Него была власть у единственного на небе, на земле, под землей, в море и все, что в них. Во всех измерениях Божьего творения у Него единственного, помните, в книге Откровения, говорит, было право, как победителя, снять печати из свитка, из книги, которая была в руке сидящего на престоле. Книга была написана изнутри и извне. Что это за книга? Это книга совершенной, вечной, совершенных, вечных целей Отца. Совершенной, вечной цели Отца. От начала и до конца. Изнутри и извне. Нет ничего пустого, свободного места. Все совершено совершенно. От начала и до конца. Вол с рогами. Алиф. Стал Таав. Крестом. Знаком совершенства и завершенности. Итак, самый высокий тест для Авраама. И нас. Также. Это что было для Авраама? Отдать жертву Исаака. Отдать жертву Исаака. Сына обетования. Которая исполнилась. Потому что исполнившееся обетование самое дорогое, что у нас есть. Авраам любит Бога больше, чем сына. И Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего. Милхисадек благословляет благословением Всевышнего и передает сына тело и кровь, хлеб и воду. Это технология передачи сына Аврааму, которая была открыта Аврааму, отцу веры, по вере. Потому что откровение всегда связывается с верой и действует по вере. Иисус, сын Давида, сын Авраама. Все завязано на сыне. Ибо с сыном все сотворено. Все через него начало быть и ничто не начало быть, что начало быть. Только сын может передать сына и представить отца. Милхисадек – это сын Божий. Он вечный и представляет вечное священство. Авраам вкушает сына и получает откровение о нем. Он видел день мой. Милхисадек. Само это слово. Милхисадек. Состоит из определенных букв. Иврита. Мы не влазим в кабалу. Через изучение кабалы. И не советую вам это делать. Это не Божье, мистическое иудаистское учение, которое основано на особом понимании истолковании Торы, на особом дереве, которое является деревом познания добра и зла. Это оккультная практика. Сефирот, которые также связаны с чакрами, которые также связаны с космическим деревом, о котором в свое время я хочу поделиться. Которое связано с мистическими кубами метатрона и так далее и тому подобное. Это как бы мистическое знание истолкование Торы, которое самое глубокое. И через это можно достичь определенных результатов в духовном мире. Иисуса Христа там нет вообще. Там есть определенные качества и характеристики Бога. И все, что там есть, оно в извращенном понимании. Потому что там нет Сына Божьего, Который все сделал. Который единственный путь. Это Он дерево. Но об этом позже. Поэтому мы не берем Кабалу. Мы смотрим элементарно, что каждая буква имеет свое значение. И в общем случае, суммируя имя, слово, титул, мелхиседек, это и титул, это и имя, это и ранг, и все что угодно там в одном. Знаете, как оно будет звучать? Зачитываю. Слово власти, голоса, позволяет и открывает смиренному высвободить великие дела Божьей руки. В праведности. Через воскресенье. Интересно, да? Все об Иисусе. Царь Салима. Шалома. Царь, что шалом значит? Огня поглощающегося, из которого появляется жезл правления, высвобождающий голос власти, говорящий могущественное слово. Повторяю еще раз. Это шалом. Это то, что значит шалом. Салем. Салем. Откуда, с какого измерения приходит Милхиседек. Это поглощающий огонь, являющий жезл голоса власти, высвобождающий могущественное слово. Дмитрий, мы подходим к десятине, друзья, мы подходим к десятине. Благословен Авраам от Бога Всевышнего. Эльон. Всевышний. Эльон. Давайте посмотрим, что значит по буквам иврита это имя так же. Видящий говорит слово власти, высвобождая великие дела, соединяющие семя силы жизни. Превосходящий, наивысший, наивысочайшая высота, которая обладает небом и землей. Вот такого Бога представляет священство по чину Мелхиседека. Он благословляет Бога, благословен Бог за победу над врагом. Десятина состоит также из определенных букв. Дмитрий, почему ты расчленяешь слово? Потому что так Бог составлял слово. Это дизайн Божий. Было взять определенные буквы, пиктографы, которые имеют определенное конкретное значение каждое из них и соединить их вместе в связку, чтобы образовалось слово, чтобы можно было узнать суть слова, что заключено в этом слове. От этого никуда не денешься. Весь ветхий запет написан на иврите. И мы не берем из кабалы истолкования. Будьте осторожны. Там очень много человеческих пониманий и интерпретаций. Десятина я не буду называть эти буквы, но я назову, что значат эти буквы. Потому что мы углубляемся в десятину. Для нас десятина это десятая часть. Из ста рублей это десять рублей. Вот это так, как люди видят это. Если вы так видите, слава Богу, главное послушание, конечно, но я вижу немножко больше в десятине. Потому что я посмотрел в десятину. Там не было никаких десяти рублей. Там была вообще военная добыча. и что там сказано? Десятина из чего состоит, друзья мои? Из слова. Второе. Из переживания через видение. Третье. Огонь жатвы. четвертая. Глава. Главенство. И пятое. Откровение. вот что такое для меня лично десятина. слово. Это переживание через видение. Это огонь жатвы. это глава. Это главенство. И это откровение. Поэтому почитая слово я почитаю его десятиной. Я пережил откровение через видение о десятине. Поэтому я это делаю. Я вижу как огонь жатвы присутствует в моей жизни. Я это делаю почитая главу и главенство того, кто есть над всем Бог. И я получаю откровение. Потому что если в неправедной мамоне не быть верным, кто тебе даст истинные богатства? Десятина говорит и свидетельствует о слове переживаемом через видение, когда поглощающий огонь главы Христа высвобождает откровение в поклонении. Это акт откровения в поклонении. Авраам почтил, поклонился. Попросил ли Мелхиседек Авраама дать ему десятину? Видите, это пришло через откровение. Тот, кто не дает десятину, не имеет малейшего откровения об этом. Малейшего. Нет, Авраам сам дал ему это, получив откровение. Это было решение Авраама, основанное на чем? он отец веры. На вере. В вере. Видите, где есть битва царей, где собираются цари, туда и приходит царь, Мелхиседек, посмотреть, царь всех царей, царь над всеми царями. Десятина в физическом это десятая часть чего-то. Все. В духовном мы увидели, что это такое. Это вода, слово, огонь, откровение, главенство, ведение, переживание. Десятина, когда мы почитаем Бога, в духовном смысле она конвертируется и превращается в воду, слово, огонь, откровение, главенство, ведение и переживание. Поэтому многое зависит от того, как мы видим вещи в духе и как мы переживаем их. Десятина это царский путь. Царь Авраам дал десятину царю праведности. Он почтил десятиной царя это царский путь. Он почтил его десятиной. Десятина это царская почесть. Знаете, десятина также ее проблемы в чем заключались, что годами в церквях училась о ней как привязки земной к земному условию существования, отождествляя ее со мной, с нашим я, мне, я, моя десятина. А что вы сделали с моей десятиной? Дайте отчет. Ты что, Бог, что ли? Чтобы тебе давать отчет. Это для меня. Это произведет то-то и то-то в моей жизни, да? Если вы делаете это по закону, вы все еще показываете свою принадлежность к левицкому священству, которое отжило себя, которое все еще частично благословлено, но которое земное. Если я это делаю по-другому, то десятина конвертируется, а иначе как? В книге евреям написано, ее прямо сейчас принимает тот, который имеет свидетельство, что он жив. Фокус десятины Мелхиседек Иисус Христос Царь Правды и Царь Мира. Левит в лице Авраама отдал десятину Мелхиседеку. Это ограниченное временное священство. Дало вечному священству в лице Мелхиседека. У священства вечного есть свое вечное лицо. И это Мелхиседек, Который имеет проекцию четырех лиц. Лев Царь, Телец Жертва, Человек Священства и Орел Сын. И также Пророческое. Видите, Лев и Орел это апостольское и пророческое также. Вол связан с апостольским и пророческим. Не заграждай рта у вала молотящего. На основании апостолов и пророков. Пророческое и апостольское поднимается всегда в связи с правильным священством. Вот почему оно не могло подняться. Из левицкого священства не поднимется апостольское и пророческое. Поэтому Иисус избрал двенадцать апостолов. Он не пошел в храм по каким-то там родословным записанным посмотреть кто ж там достоин кто ж там по родословной будет соответствовать. Нет. Он избрал апостолов по откровению от Отца. Потому что перед тем как они уже были рождены еще рождены их имена уже жили они уже были их именами уже небесным основания стены небесного Иерусалима было названо. Поэтому Иисус избрал их по откровению Отца. Священство по чину Мелхисадека избирается по откровению Отца. Люди дают десятину по откровению. Если они дают это по закону. Если у человека проблема вообще давать десятину он еще под законом. Он думает что он вне закона. Он под законом. Потому что он ссылается на закон и связывает десятину с законом. Ты мог бы только связать десятину с законом если бы десятина родилась и вышла из закона. Десятина была в законе и участвовала в законе. Но она родилась через откровение веры между Авраамом и Мелхиседеком. Поэтому если у тебя с этим проблема у тебя проблема с законом. Поэтому нельзя лучше не давать десятину под законным или с законником менталитетом. Но если ты видишь это как духовную субстанцию почитания твоего царя и твоего Бога как священник по чину Мелхиседека и делаешь ты это через откровение веры тогда это другое дело. Тогда Бог принимает это до сих пор на небесах конвертирует это и принимает это тот кто имеет свидетельство что он жив до сих пор. Будем заканчивать Ибо беспрекословие Писание говорит меньший благословляется большим говорится посмотрите как был велик тот кому Авраам я верю Авраам я верю Авраам на тот момент на земле всей был самым великим человеком и он дает десятую часть тому кто более велик потому что пришел с небес Авраам не дает десятину получить благословение он отреагировал отозвался десятиной на уже полученное благословение он был введен через познание сына божьего через тело и кровь в таинство веры и был причислен к чину мелхиседека и позже бог говорит ему царю чтобы он исполнил роль священника потому что Авраам стал царем и священником нового священства священства и он сказал да через десятину ты приобщился и царский почтил меня как царя и священника но я царский благословил тебя но роль священника ты еще должен исполнить чтобы была полнота чина и поэтому он говорит есть алтарек есть Исаак вперед возьми сына твоего которого ты любишь и принеси мне его в жертву поэтому десятина была ответной реакцией Авраама на откровение Милхиседека есть люди опять-таки я говорил об этом которые спрашивают что вы делаете с моей десятиной она не твоя во-первых если ты ее дал она уже вообще не твоя представьте Авраама который спрашивает Милхиседека позже а что ты вообще будешь делать с моей десятиной вы знаете раньше трофеи вообще военные они сваливались в кучу в куче по отдельности здесь одна ценные трофеи в другом менее ценные еще одна куча еще менее ценные в порядке статуса важности ранга подходили люди и брали свое то есть первым кто приобщился бы к трофеям этим если бы не было Милхиседека был бы Авраам но Авраам взял то что свое и дал Милхиседеку то что мог бы взять сам и он не дал это мы понимаем ни в коем случае по нужде потому что Авраам ни в чем не нуждался он вышел на эту войну по закону родства чтобы вызволить лота он не пошел на эту войну ни с какой другой целью ни с целью обогащения ни с целью приобретения престола или власти и когда воевали эти цари пять с четырьмя или четыре с пятью Авраам ничего общего с этой связкой не имел потому что он не подчинялся Кедр-Ламиору который был самый главенствующий из них поэтому Авраам понял определенный принцип десятина никогда не началась в законе закон не родил ее она началась в вере и она продолжается верой и закон остановить ее не может и она в законе для тех кто любит Бога но не в законе как мы понимаем законничестве а в законе веры поэтому те кто по-настоящему верят в Бога и получили откровение о десятине для них это закон веры и для них это такая благодать отдавать по крайней мере десятину скажу честно для меня это наименьшая мера конечно я не хочу ограничиваться десятиной я хочу давать больше благословений вам дорогие я не претендую ни на какую степень учености я делюсь тем что я верю Господь дал мне я не украл это учение ни у какого помазанника то что вы сейчас услышали я не прочел это на интернете никакой авторитет не давил на меня чтобы я думал так и говорил так я донес вам то что я верю что я донес вам решать пусть Господь благословляет вас независимо от ваших как говорится от вашего решения потому что у каждого из нас в конце в конечном счете есть личное взаимоотношение но я никому не отдам чести почитать Бога десятой частью и это останется при мне я верю что те кто сейчас куча людей в церквях которые вообще не уверены направо или налево разберитесь попросите Бога откровения возьмите священное писание попросите Духа Святого говорить вам я верю все станет на свои места амин